Добрый день, уважаемые коллеги! Актуальность проблемы заключается в том, что ежегодно в мире регистрируется около 555 тысяч новых случаев рак шейки матки. В 28 государствах членов Европейского Союза примерно 34 тысячи новых случаев регистрируются ежегодно и умирают от данной патологии ежегодно 13 тысяч женщин. Рак шейки матки является одной из лидирующих опухолей женского населения в России и составляет 5%, находясь на пятом месте. В возрасте 30-59 лет составляет 10%, занимает второе место. В возрастной группе 30-39 лет в период наибольшей репродуктивной активности рак шейки матки является основной причиной смертности. В возрасте 40-49 лет составляет 16%, уступая лишнему образованию молочной железы. Этиологическим фактором развития рак шейки матки является вирус папиллома человека. Эта инфекция, передающаяся половым путем, самая распространенная. И в мире инфицированы более 660 миллионов людей. В данном слайде представлены общеассоциированные опухоли. Основное место занимает рак шейки матки. Помимо этого, также достаточно много случаев злокачественных процессов мужских генитальных органов и органгов фарингеального рака. Здесь представлены исследования, проведенные в Каролинском университете, о кумулятивном риске развития злокачественного процесса в зависимости от типов вируса папиллома человека. При отсутствии вируса папиллома человека практически нулевой процент показатель развития рака шейки матки. В основном, 16-й тип приводит к развитию рака шейки матки в течение 12-18 лет. Около 45% пациентов. Что касаемо скрининга рака шейки матки в России, по приказу от 30 июня 2021 года, в возрасте от 18 до 64 лет включительно, рекомендуется проведение цитологического исследования мазка шейки матки раз в 3 года. Его проводят с помощью окраски по папу Николау. Другие способы окраски не допускаются ввиду отсутствия популяционных исследований других методов. По приказу Акушерскому 11-30 скрининг для выявления рака шейки матки проводится в возрасте 21-29 лет с применением цитологии или жидкостной цитологии раз в 3 года. В возрасте 30-65 лет рекомендовано применение ко-тестирования цитологическое исследование с ВПЧ-типированием раз в 5 лет. Цитологический скрининг отвечает всем требованиям вторичной профилактики, однако полноценная окраска по папе Николау не делается в большинстве регионов, несмотря на приказ. И эффективность популяционного скрининга, конечно, будет в том случае, если охват женского населения будет не менее 70%. Цитологическое исследование по данным ВОЗ мы можем проводить как традиционным методом, так и методом жидкостной цитологии. Преимущества традиционного метода жидкостной цитологии представлены, что касаемо жидкостной цитологии, здесь больше спектр, с учетом того, что мы можем провести и иммуноцитохимическое исследование, и одновременно выполнить исследование на определение вируса папиллома человека. Единственный минус данного метода заключается в том, что у него дорогая стоимость в расходных материалах и необходимо обучение персонала для работы с оборудованием. Показанием для ВПЧ-тестирования является первичный скрининг совместно с цитологией у женщин старше 30 лет раз в 5 лет, наличие хронической генитальной инфекции, диагностика интерепитериальных неоплазий, шейки, матки, вульвы и влагалища. Также ВПЧ-тестирование позволяет формировать группу динамического наблюдения, определение тактики лечения у пациенток с мазками типа АСКУС и является мониторингом больных после лечения интерепитериальных неоплазий тяжелой степени. В виде ВПЧ-тестирования есть амплификационные, ПЦР-тест определяет наличие вне зависимости от его клинических проявлений, и сигнальные амплификационные системы гибридной ловушки Дайджин Гибрид Каптер определяет клинически значимую концентрацию вируса, которая характеризует угрожающий уровень инфекции, приводящий к развитию неоплазий, шейки, матки. Данный метод определяет клинически значимую концентрацию вируса, в то время как ПЦР-исследование определяет только наличие вируса вне зависимости от его клинического проявления. В группе женщин от 35 лет и старше чувствительность и специфичность метода составляют в среднем 89-90% соответственно. В сочетании с этологическим мазком предсказательная ценность отрицательного результата достигает 100%. Также этот метод позволяет формировать группу динамического наблюдения, но не может быть самостоятельным скрининговым методом на территории Российской Федерации и экономические затраты. В злокачественном процессе шейки матки предшествует предраковое заболевание, которое инициируется персистирующей инфекцией, вызванной вирусом папиллома человека, высокооканцерогенного риска. Согласно ВОЗ, неоплазии из плоского эпителия подразделяют на плоскоклеточное интерапитериальное поражение низкой степени, которое включает в себя коэлоцитоз, цинодин и кандиломы шейки матки, и плоскоклеточное интерапитериальное поражение высокой степени, которое включает в себя умеренную дисплазию, тяжелую дисплазию, рак инситу, и понятие H-сил относится к облигатному предраку шейки матки. Любой случай инвазивного рака является упущенной возможностью диагностики и литияния цин. В качестве дообследования при подозрении на интерапитериальное поражение шейки матки используется расширенная кольпоскопия, которая позволяет определить границы метапластического эпителия зоны трансформации, обеспечивает прицельный эндоскопический контроль при биопсии шейки матки. Однако недостатком данного метода является то, что его нельзя рассматривать в качестве самостоятельного метода скрининга из-за низкой предсказательной ценности положительного результата. Требует высокой квалификации врача, дорогостоящего оборудования и обладает определенной долей субъективизма. Показанием цели кольпоскопии является идентифицировать патологически измененные эпители, его локализацию границы, определить размер, характер изменений и при наличии показаний выполнить прицельную биопсию под контролем кольпоскопа. Показаниями к кольпоскопическому исследованию биопсии шейки матки являются аномальные результаты цитологического исследования, выявление вируса папиллома человека высококанцерогенного риска, особенно 16-го типа, и расхождение результатов цитологического метода исследования и расширенная кольпоскопия. В нашем институте пилотное исследование по валидации цитологического скрининга, целью которого является оценить методы вторичной профилактики рака шейки матки, локальные методы цитологической окраски и локальные методы ВПЧ-тестирования. Основной статистической гипотезой являлась чувствительность локального метода НАШ-СИЛ должна составлять не менее 90% от чувствительности теста по Папа Николау. Специфичность локального теста ЛДАШ-СИЛ должна составлять не менее 95% чувствительности теста по Папа Николау. И аналогичная гипотеза будет применена к тестам ВПЧ. Мы должны будем проконсультировать 2500 здоровых женщин. У каждой будет забираться мазок традиционной цитологии по Папу Николау и мазок с окраской гемотекселин и азин. Также по ВПЧ локальный тест ВПЧ-вектор-бест и ВПЧ-дайжен-тест. Пациенты, у которых выявлена какая-то патология по данным цитологического исследования, направляются на кольпоскопию с последующей биопсией при показаниях и ликонизация с дальнейшей определением тактики лечения по гистологическому заключению. Исследование начато 13 июля 2020 года. На данный момент 695 случаев. Средний возраст пациенток 43 года. У 64 женщин выявлена патология, которая направлена на кольпоскопию. Среди них у 6 пациенток диагностирован инвазивный рак. У 52 АЖСИЛ, у 3 ЛСИЛ, у 8 нет патологии. 631 женщина является без симптомов и признаков заболевания. Нами проанализированы пациентки, которые направлены на кольпоскопию. И в основном преобладает персистенция вируса папиллома человека 16 типа, который составляет более 45%, и 33 типа, который составляет около 20%. Рассчитана предварительная чувствительность методов пациенток с АЖСИЛ, ВПЧ и ВПЧ-дайджин-тест и ВЕКТОР-БЭСТ. Обладают чувствительностью порядка 80-88%. Цитология по Папу Николаеву стандартная окраска около 89-87%. И цитология и ВЕКТОР-БЭСТ в ВПЧ чувствительность практически 100%. Но пока нельзя делать окончательные результаты ввиду отсутствия оценки специфичности. Благодарю за внимание. Продолжение следует...